Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Люба, и в своих видео я рассказываю о красоте, об уходе за собой и немного о жизни в Швеции. Также я парикмахер-колорист с многолетним опытом работы, и в Украине работала технологом одного из брендов L'Oreal. Также проходила обучение о трихологии и нутрициологии. Именно это тема нашего сегодняшнего видео. Как сделать волосы густыми, здоровыми, крепкими и блестящими только благодаря питанию, то есть особо не тратясь. Также мы поговорим о жирной и сухой коже головы, а еще будет вторая часть этого видео, где мы поговорим про выпадение, рост волос и про раннюю седину. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить. И прежде чем мы начнем говорить о еде, хочу с тобой еще раз поговорить о воде. Норма потребления жидкости в день, а именно чистой воды, не менее полутора литра в день. Это очень важно, чтобы твои волосы были всегда красивые, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Не только волосы в принципе, да и кожа, и ногти. Вода это наше все. Так же самое, если у тебя сухие волосы, то при уходе мы сначала их увлажняем, даем им попить, а затем питаем, кормим. Поэтому обращай свое внимание на свой дневной рацион, сколько жидкости ты потребляешь в день. И чтобы разобраться, что же нам нужно кушать, давай поговорим о том, из чего состоит наш волос. Наш волос состоит на более чем 70% из белка и его составляющих аминокислот. И, кстати, для справки, если ты вдруг не знала, то пигмент волоса это всего лишь 1% в его составе. И так как белок это основной строительный материал волоса, очень важно добирать свою норму белка в день. Я уже в предыдущем видео о своем рационе рассказывала о том, как рассчитать норму потребления жиров, белков и углеводов на сайте FatSecret. Я ссылочку под видео вам оставлю. И белки мы потребляем, исходя из того количества, которое нужно нашему организму по простой вот этой формуле, которую вы рассчитываете на сайте. Если вы не можете добрать белок с пищей, то тогда на помощь может прийти протеин, протеиновые коктейли, протеиновые батончики. Из пищи мы можем употреблять белок растительного происхождения, это орехи, бобовые, зерновые. И можем употреблять белок животного происхождения, это птица, мясо, рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты. Особое внимание я хочу уделить сухим волосам, которые плохо расчесываются, которые обламываются и секутся на концах, которые лишены блеска, электризуются. Мы с вами очень часто говорим о том, как ухаживать за волосами в домашних условиях, но проблема с сухостью волос может быть не только от неправильно подобранного домашнего ухода, а также от неправильного рациона питания, что немаловажно, потому что всё идёт изнутри нашего организма. Итак, если волосы у вас сухие и при этом у вас правильно подобранный домашний уход, проблему решаем извне, обращаем своё внимание на потребление омега-3 насыщенных жирных кислот. Омега-3 в нашем организме не синтезируется самостоятельно. Омега-3 очень важно получать с субпродуктами питания. В каких продуктах содержится омега-3? Это жирные сорта рыбы, такие как лосось, тунец, это авокадо. Авокадо, в принципе, это кладезь микроэлементов и витаминов. А также семечки, это семена льна, семена чия. Следующие незаменимые микроэлементы для красоты волос — это цинк и селен, которые содержатся в морепродуктах, в коричневом рисе, в семенах подсолнечника и льна, а также в чёрном хлебе и овёс. Такой микроэлемент, как тирозин, также отвечает за красоту и здоровье ваших волос и содержится в миндальных орехах, бананах и авокадо. Следующий незаменимый микроэлемент для волос — это биотин. О биотине я могу, на самом деле, говорить долго, и это тот микроэлемент, который отвечает и за рост волос, и за их выпадение, и за их качество, и за их структуру. Это незаменимый строительный материал для волос. И во второй части серии этих видеороликов мы поговорим более подробно, где я расскажу о выпадении волос и как улучшить рост волос, зачем нам вообще нужен биотин. Там будет более подробная информация о этом микроэлементе, поэтому подписывайся, чтобы не пропустить новые видеоролики. А также биотин содержится у нас в цветной капусте, в шпинате и в яичных желтках. Теперь хочу еще одну затронуть тему, немаловажную, я знаю, вас этот момент беспокоит. Это сухая кожа головы, это дискомфортное ощущение на коже головы, ощущение зуда, стянутости и даже перхоть. За регуляцию работы сальных желез, за нормализацию работы сальных желез отвечает витамин А. Витамин А содержится в большом количестве в печени, в моркови, а также в шпинате. Также хочу поговорить об еще одной проблеме, которая вас беспокоит, я это знаю, это жирная кожа головы. Те, кто моет голову каждый день, если ты помыла голову утром, а к вечеру она у тебя уже выглядит, ну, совсем не свежей. Кто хочет мыть голову реже, то обратите свое внимание на витамины группы B. Чаще всего кожа головы вырабатывает излишнее количество кожного сала именно из-за недостатка витаминов группы B. И наибольшее количество витаминов группы B содержится в вот таких продуктах питания, как орехи, бобовые, злаки, зелень и кисломолочные продукты. И наиболее важное в моменте жирной кожи головы, чего вам стоит избегать категорическое табу, это продукты с высоким содержанием сахара в составе. Именно сахар провоцирует жирность кожи головы, жирность кожи лица, высыпание и акне. Почему так происходит? Быстрые углеводы имеют высокий гликемический индекс и при попадании в организм они быстро расщепляются. Уровень глюкозы в крови повышается и освобождает большое количество инсулина. Это ведет к резкому увеличению уровня андрогена, который в свою очередь и отвечает за переизбыточное образование кожного сала. Мы с вами разобрали те витамины и микроэлементы, которые необходимо получать нашему волосу и нашему организму с продуктами питания. Еще хочу обратить ваше внимание, что немаловажно, как эти продукты питания вы готовите в домашних условиях, либо в условиях ресторана, абсолютно не важно. Возьмем тоже куриное мясо, его можно как сварить, как сделать на гриле, так и пожарить в большом количестве масла. И, конечно же, первый вариант будет намного полезнее для нашего организма. Так же самое и овощи, которые подвергаются минимальной термической обработке, будут более полезными, чем те овощи, которые долго тушились, долго жарились и так далее. Я также напоминаю, что во второй части этого видео мы с вами поговорим о продуктах, которые препятствуют выпадению волос, которые способствуют росту волос, а также предотвращают появление ранней седины. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить это видео. Я тебе желаю хорошего дня, красивых волос и до новых встреч. Пока-пока!